Не, 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 зачем маска не нужна? Значит, вопрос такой, вот когда, скажем так, разграбляли Сосновый Бород, депутат Полинок, он принимал какое-то участие? С какой стороны? С той или с этой? Или он каким-то образом был заинтересован? Да нет, он вообще не, тут, как говорится, ни ту, ни другую сторону не принимал, и мы к нему не обращались конкретно. Понятно. А вот вы говорите, а почему вы к нему не обращались? Ну, просто, какой смысл? Мы обращались вообще к депутатам федерального уровня, Митиной и другим, Макарову обращались, Журавлеву, Федорову и так далее, и так далее, весь охотный ряд прошли, обращались к депутатам в основном федерального уровня, потому что местные органы региональные, как прокуратура и ОВД, они... Не-не-не, сейчас только, Адальяна, только разговор про Полинка и про него. Вы говорите, а вот это не могло, ну надо, чтобы прозвучала его фамилия из ваших уст. Ну, что нет. Да, Полинок, ну никак, он просто... Нет, в этой, значит, в вопросе о Сосновом Боре и о том, что с ним произошло, вообще мы, даже мысли к нам не приходило обратиться к Полинку, потому что, ну, мы знали, что он депутат от коммунистов, он рядом с нами дом, где мы живем по улице Мещерской с 85-го года. Вот, ну, просто как бы, не знаю. Мы его как-то вообще, вот, как бы, вот его деятельность, мы как-то не ощущали и не видели конкретную его деятельность в Солочи, там что-то, чтобы он сделал, тем более в Сосновом Бору. Спасибо. То есть, получается, что он только номинальный депутат? Я не знаю, какой он депутат. Со стороны, я просто его знаю как соседа, иногда вижу, а как депутата я его не видела и не ощущала ни с какой стороны. Может быть, он по спискам прошел, просто, ну, как бы, его не ощущается вообще в нашей жизни. Продолжение следует...